Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Второзаконие». Сегодня мы будем читать 17 главу этой книги. Здесь говорится о том, что жертвенное животное не должно иметь телесных недостатков. Также говорится о смертной казни за поклонение иным богам, как совершался главный суд присвятилища и законы о царе. И мы читаем 17 главу, первый стих. «Не приноси в жертву Господу Богу Твоему вола или овцы, на которой будет порог или что-нибудь худое, ибо это мерзость для Господа Бога Твоего». Дело в том, что все жертвы, они символизируют собою одну жертву – жертву Христа. Христос называется в Новом Завете непорочным агнцем. Также он называется праведником. И то, что жертвы, которые приносили во дни Моисея без всякого порока – это пророческое действие, которое указывало на то, что последняя жертва, которая будет принесена Богу, единственная и достаточная жертва Христа, она будет абсолютно чистая. Далее идут законы о смертной казни за поклонение иным богам. Надо сразу заметить, что поклонения иным богам в ханаанских землях сопровождались человеческими жертвоприношениями. В частности, приносили в жертву этим иным богам маленьких детей. Например, обряд Молоха, даже служение Астарте другим богам. Люди приносили в жертву самое ценное, что у них было, а самое ценное – это их дети. Даже когда ставили дворец, городскую стену, обязательно делали жертвоприношение ребенка и закладывали его в фундамент этой стены или этого города. Также поклонения иным богам сопровождались разными другими преступлениями, членов вредительства, когда посвящали этим богам органы, свои или чужие, и оргиями. Поэтому все не просто так. И мы читаем об этих законах. «Если найдется среди тебя в каком-либо жилище твоих, которые Господь Бог твой дает тебе, мужчина или женщина, кто сделает зло пред очами Господа Бога твоего, приступив завет его, и пойдет и станет служить иным богам, и поклоняться им, или солнцу, или луне, или всему воинству небесному, чего я не повелел». Вот злом называется идолопоклонство. Мерзостью называются сексуальные преступления и грехи. Тут есть своя градация. И так здесь говорится о том, что находится мужчина или женщина, которые поклоняются солнцу или луне, или всему воинству небесному, то есть звездам на небе, чего я не повелевал. И тебе возвещено будет, и ты услышишь, то ты хорошо разыщи. Что значит хорошо разыщи? То есть обязательно надо провести расследование, потому что человека могли оговорить. И если это точная правда, если сделана мерзость сия в Израиле, то выведи мужчину того или женщину ту, которые сделали зло сие, к воротам твоим, то есть в присутствии судей, и побей их камнями до смерти. По слову двух свидетелей или трех свидетелей должен умереть осуждаемый на смерть. Не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. То есть какой-то слух непроверенный, он не являлся основанием для наказания человека. Свидетелем являлся тот, который видел своими глазами и слышал своими ушами. А если просто он передает слух, который дошел от него, это не свидетель. «Рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтобы убить его». То есть свидетель первый бросает камни, вот эти три свидетеля, они первые бросают камни в жертву. «А потом рука всего народа, и так истреби зло и среды себя». «Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих, то есть вороты – это место, где совершается суд, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой, то есть к святилищу, к храму. «Чтобы призываемо было там имя его, и приди к священникам Левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их». Здесь под судьей, который будет в те дни, имеется в виду, скорее всего, первосвященник, потому что он тоже обладал правом суда. Обычные судьи Шефтим, они не всегда были из колена Левина, они как раз судили у ворот. Но здесь описывается случай, когда этого недостаточно, и надо идти в храм. «И приди к священникам и левитам, и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить. И поступи по слову, какое они скажут тебе, на том месте, который изберет Господь Бог твой, чтобы призываемо было там имя его. И постарайся исполнить все, чему они научат тебя. По закону, которому научат они тебя, и по определению, какой они скажут тебе, поступи, и не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что они скажут тебе». То есть суд у городских ворот, это суд у старцев, то есть у шефтим, у судей, авторитетных людей в народе. Но этот суд, он тоже по закону Божию. Но если не найдено решение, то идут к священникам, к первосвященнику, это последняя инстанция, потому что они больше владеют знаниями закона, и там выносится окончательное решение. А кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоящего там на служении пред Господом, скорее всего, речь может идти или о первосвященнике, или о священнике, который совершал службу в это время. Потому что когда священник совершает службу, он имеет особый статус, когда на нем и Петрахейль поручи. А кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоящего там на служении пред Господом Богом твоим, или судьи, который будет в те дни, тот должен умереть, и так истреби зло от Израиля, и весь народ услышит и убоится, и не будут впредь поступать дерзко. То есть служащий священник, он как бы вышел на прямой контакт с Господом, и Господь может сказать ему больше, чем нежели бы он был неслужащим священником этот же день. Но абсолютный судья – это пересвященник. Пересвященники служили чаще во время больших праздников, но иногда пересвященники совершали службу, и здесь было совмещение. Он был озарен как служащий благодатью Божией и как пересвященник, помазанный от Бога. Далее идут законы о царях, которые завершают 17 главу. «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, поселися на ней, и скажешь, поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня, то поставь над собою царя, которого изберет Господь Бог твой». Вот ошибка евреев заключалась в том, что они забыли об этом вот втором уточнении. Они действительно хотели поставить над собой царя, как у прочих народов, но они забыли вот эти слова, то поставь над собой царя, которого изберет Господь Бог твой. И они поставили царя, подобно царям у других народов. Это был царь Саул, Шауль. Он не был даже из царственного колена Июды, он был из колена Вениамина, поэтому его царство очень печально закончилось. А истинным царем в глазах Бога в то время был Давид, который взошел на престол, который освободился после смерти Саула. «Только из среды братьев твоих поставь над собою царя. Не можешь поставить над собою царем иноземца, который не брат тебе». То есть иноземец, который не знаком с культурой этого народа, у которого свой менталитет, он не сможет управлять другой нацией, или это управление будет крайне неуспешно. Это закон Божий, не ставить иноземца. «Только чтобы он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней». Ну, скажем так, в применении к современной жизни не стоит правителю умножать транспорт в своем гараже, достаточно иметь то, что есть. И не возвращать народа в Египет, то есть к прошлой безбожной и языческой жизни, из которой народ должен выйти, когда будет ставить над собою царя. «Ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более путем сим». Многие сейчас вспоминают прежние времена советской действительности, кто-то ностальгически вспоминает. это очень плохой признак. Далее закон о царе. «И чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золота не умножал себе чрезмерно». То есть он должен ограничиваться дозволенным количеством жен, но чтобы это было какое-то неогромное количество. Тогда многоженство, оно допускалось. Законы о многоженстве, они находятся в книге «Второзаконие», мы их увидим. Но это являлось очень редкое явление для очень богатых людей. И здесь к тому же предупреждение, что жены могут развратить сердце царя. И так произошло в одни царя Соломона. У него было слишком много жен, и жены развратили его сердце. И Соломон, Шломо, он начал поклоняться языческим богам. Он стал проявлять двоеверие. Днем он поклонялся богу Авраама Исаака Иакова, а ночью богам своих жен. И умножение серебра и золота. Совершенно непонятно, зачем царю серебро и золото, если он на полном обеспечении. И это чрезмерно. Единственное объяснение, зачем царю серебро и золото, потому что здесь нет запрета иметь серебра и золото, но запрет чрезмерно, чтобы не иметь всего этого. Царь может этим серебром и золотом одарять своих слуг за те заслуги перед государством, перед царем, которые они имели. Но когда он сядет на престоле, царство своего должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников левитов. То есть он обязан, когда восходит на престол, первое дело, он переписывает всю Туру. Он становится соферим, книжником, и переписывает по законам, по правилам, определенным письмом, всю Туру, весь свиток, для того, чтобы потом руководствоваться только этим законом. Считается, что человек лучше усваивает заповеди, если он их переписывает. И пусть он будет у него, то есть этот список Туры, пятикнижия, и пусть он читает его «Во все дни жизни своей». Это главная книга для царя. В нашей ситуации это, конечно же, целиком вся Библия, которая должна лежать под руками у царя, и он должен заглядывать в нее как можно чаще. Мы знаем из воспоминаний, что в семье Романовых даже перед смертью у них сохранялась Библия, и царь иногда просил, чтобы его супруга читала ему какие-то отрывки. И пусть он, этот свиток будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова законности его и постановления сии, чтобы не надмивало сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни прибыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля. Мы видим, что закон, ограничивающий права царя, монарх отвечал перед Богом за каждую заповедь, так же, как простой человек. Святоотеческое учение о царях, оно еще более строгое по отношению к царям. Святые отцы пишут, что царь не имеет права даже кадильницу взять в руки, чтобы принести ее в храм и покодить. Максим Исповедник пишет, «Не дело императора вмешиваться в дела церкви». Отцы ясно высказали, что исследование и определение церковного учения принадлежит священникам. Может быть, ты скажешь, разве каждый христианин, разве каждый христианский император не священник? Я утверждаю, нет. Он не стоит у алтаря, он не носит знаков священнического достоинства, амафора и Евангелия, но знаки царя, венец и диадема. Когда императоры ссылались на примеры Мельхоседека, то тот же Максим Исповедник говорил, что если император, царь и священник, как Мельхоседек, то как Мельхоседек, он должен быть без отца или без матери, без начала дней своих. То есть он так иронизировал. Григорий Двоеслов писал, посему архиереям верена церковь, и они не входят в дела правления народного. А цари, подобно, не должны входить в дела церковные, но заниматься веренными ими гражданскими делами. То есть распределение обязанностей было достаточно строгое, и отцы всегда настаивали на том, что власть священника выше власти царя. Потому что даже если царь посещает сельскую церковь, он целует крест из руки священника, потом они целуют руки друг другу. Священник почитает своего правителя, а царь почитает священный сан. И священный сан выше всего, потому что священник имеет власть отпускать грехи. Царь не имеет такой власти. Ему не даны ключи от царствия Божия, а священству эти ключи даны. Но царь это священная персона, и в Писании сказано, не прикасайтесь к помазанным моим. И сказано, Бога бойся, царя чти. И в этом смысле любой мятеж против царя косвенно это мятеж против Бога, который помазывает царя на царство. Итак, сегодня мы окончили изучение 17 главы. В следующий раз, если будем живы, Господь позволит, будем читать 18 главу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok